Она когда что-нибудь обещает, она всегда выполняет. Это Настя Наталья Михайловна, воспитательница деревни Сос. В семью с женщиной девочка попала два года назад, вместе с сестрой Викой. Со временем с ними стала жить Диана. Только пришли первые дни, и это вот в прошлом году. Я так думаю, что тут разница налицо. Условия, которые создали для малышей из неблагополучных семей, детей-сирот, действительно комфортные. Двухэтажные коттеджи, в которых проживает 3-4 ребенка вместе с воспитателями, мамами, как их тут называют, тетями-помощниками. С маленькими волокжанами работают психологи, социальные педагоги. Так было раньше, так будет и впредь. Единственное, что изменится со следующего года, статус воспитателей деревни Сос. Они должны стать приемными родителями. А это значит, смогут пользоваться теми же льготами, что и многодетные семьи. Будут мамы получать дополнительное финансирование и будут пользоваться дополнительными льготами. На третьего ребенка, от трех и больше, выплачивается денежное вознаграждение государством, органами опеки 6398 рублей на каждого ребенка. Это значит, что женщины перестанут быть работниками в деревне Сос, а будут только мамами. По условиям новых договоров они обязуются взять в семью от пяти до семи детей. У нас не все устраивает. Не устраивает именно условия аренды помещения. Именно в том плане, что и количество детей оговаривается, какое должно быть в доме. И требования по ремонту, содержанию, оплате. У Натальи Михайловны, как и у других работников деревни Сос, кипа договоров разного характера. С ними не так-то просто разобраться, когда условия меняются несколько раз. Директор обещает, на каждого воспитателя будет составлен индивидуальный документ. В окончательном варианте мы получим договора, где будет четко прописано, что за коммунальные услуги, за ремонт, что будет это безвозмездно. Наконец-то мамы и здесь у наших успокоятся. Еще один пункт, который настораживает будущих приемных мам. Если условия договора выполняться не будут, родительнице придется искать новую крышу над головой. Сейчас добровольно, принудительно переводят на статус приемного родителя. Я хочу, будучи приемным родителем, я хочу действительно жить своей семьей. У некоторых воспитателей деревни Сос нет уверенности в том, что по окончании срока действия договора аренды помещений, или как здесь его называют договора суды, их не попросят искать новое жилье. Потому мамы задумались о строительстве собственных домов. Пока что вопросов в этой реформе больше, чем ответов. Но что бы ни случилось для себя, Наталья Михайловна решила, своих нынешних дочерей она ни за что не оставит. Я не хочу, чтобы они потеряли и эту семью, которая очень тяжело создавалась. Очень тяжело. Да, возможно, я возьму этих детей и просто-напросто уйду отсюда. Ирина Барышева, Алексей Романов, Новости Вологды. Тоже девочки? Нет, две девочки.